Девушки отдыхают 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 Расскажи, мы начнем. Я сын Чосе Игнацио Приетто Вердия, я нахожусь из Ри Бранко. Я как-то 17-18 лет в испании. Я сын от Данил Приетто и Санна Вердия, и я сын от Нитки Мануэль Вердия. Да, достаточно знаменитый. Итак, извините, вы пришли из спортивного семьи. Санна практикала много в патер, Данил Ла Пелота Васка, я думаю, в две позиции. Вице Кампион Департаментал, и еще здесь, в городе. И также игроком в футболе. Да, да. Да, да, да. С детства, да. Мне всегда понравилось. Я делал футбол, я делал футбол, и сейчас я нашел то, что мне больше нравится. И я думаю, что ты делаешь, а у тебя мама, Герардо. Да, это было благодаря ему. Ли-копион. Ли-копион. Герардо Дени. Ли-копион. Ли-копион. И не могла больше до вела, на му Как вы чувствуете, чтобы делать 3 спорта в 1 час, например, в 2 часа? И благодаря ему, он помогал мне купить биси и рассказал мне как-то тренировать. И он начинает и не понимает как-то тренировать, о чем-то есть, о чем-то есть, о чем-то есть, о чем-то есть, о чем-то есть. И он... И ты пошел в США или здесь? Нет, я пошел в США. Я пошел в 5-6 лет, примерно. Ты живешь в Майорке? Я живу в Майорке. Ты уже учился в соревнованиях. Скажите, как ты идешь? Или ты только тренируешься или готовишься? Нет. Я всегда могу, я учусь. Но я очень много тренировать, правда. Я не люблю играть каждый день. Я учусь 1-2 раза в месяц. Но есть моменты, когда я учусь, я учусь много. Я учусь, и по моему мнению, я учусь много раз. Я учусь три «Аронман», и я учусь в Майорке, я смогу победить. Я смогу выйти в 3-0 в мою категорию. И это было 40-50 лет в Генерале. Я думаю, это было около 700-800 человек. Какое это было? Компетенция? Какие километры? Какие километры? Ну, у нас есть категория Генера, которые все, да? Например, 800 человек и вы достигаете до 40, и вы достигаете до 40, а потом, по категории, 18-25, 25-29, и так, по 4-5 лет, вы меняете категория. Я у меня 28, и теперь я на 25-29. И мне, на дистанции, я люблю 1.900 метров, 90 метров на велосипеде и 21 километры на велосипеде. Это на велосипеде, где я чувствую себя более комодом, по так сказать, по количеству километра, и все, что мне нравится. И, Инназио, что это лучше? Что ты чувствуешь более комодом? На велосипеде, на велосипеде или на велосипеде? Ну, я всегда скажу, что моя карьера начинает когда я выйду от водителя, потому что я не дам плохо, но это не то, что я чувствую себя более комодом. Это примерно 30 минут, примерно до того, что мы дам, и не надо, потому что у людей, и ты ударишь, и ты ударишь. И моя карьера начинает когда я на велосипеде то, что мне нравится, и что мне больше нравится, это на велосипеде. Ауфисиан. Абитаб Булевар. Баррака и ферритерия Дон Мануэл. Панадерия и конфитерия Лафамилья. Агроветеринария ЖИН. Фармасия Fleмин. Автодиагнстик Арауфо. Агрофлекс. Лас-Вегас. ТОДОН КОМУНИКАЦІН ВИСУАЛ. ТАМЕР. ПОСТОКОКЕЙРО. КАЗАДООЛИО. МАДЕИРАО. АУТОПИЕЗА САУРИНА. ТОРНЕРИЯ ЭЛ ГОРДО. 10 АНОС. АГРИКОЛА ЖАУАР. СЕРВИЛАН. АГРОРЕПУСТОС. ПАРАФУСОС ВЕИРА РЮО. ФАРМАСИЯ МЕДИФАР. АГРОМЕРИН. АГРОИНСУМОС. ФЕРЕТЕРИЯ И ТИНДА АГРОПЕCUАРИЯ. МАРВО. МОЛИНОС АРРОСЕРОС РЮБРАНКО. ВЕТОРЕ. АГРИКУЛТУРА ДЕ РЕСУЛТАДОС. ВИДРОМИКС. ВИДРАСАРИЯ ЭФЕРРÁЦЕМ. АГРЕК МULTUMARКАС. ДАЛМАРИО СРЛằngО. ТОТАЛАГРОТ. ¿Ара viniste a pasear o a competir a Uruguay? Аhora vine a las dos cosas. Tengo a mi Abuelo que hace poco enfermo y bueno, yo ya, yo quería, tenía que venir a verlo, ¿no? Porque possa de vivir lejos. Es feo, ¿Verdad? Cuando estás tan lejos, cuando se te enfermon familiar de repente Fortnite. ты не можешь ничего делать. И я уже хотела увидеть его, я уже был тренирован, потому что, в последнее время, я победил в Ironman Alcudia, где я живу, и я уже хотел, по-настоящему времени, сделать его здесь, что уже несколько лет я хотела сделать это. В Пунта del Este ты победил? Да, я победил в Доминге 3 марта, мы победили в Пунта del Este, в Ironman. В Ирине, 900 и немного, примерно. И как ты рассказывал? Потому что вы пришли к победе, это не было бы не было? Да, мы пришли к победе, я привезти на мою библиотку, и мы приехали, что было бы классификация в Музынке, в Невазеландии, и мы победили. Ты классификация в Музынке? Я классификация в Музынке. Мы отбили в Музынке, и мы отбили в Музынке, и мы отбили в Музынке. И это сейчас, это проблема, потому что это Невазеландия, и Невазеландия, и это очень дорого, и это очень дорого, где у нас есть дороги, и мы должны смотреть много факторов, чтобы идти. Но ты идешь? И идея, это идти. Мы уже имеем в Музынке, мы уже имеем в Музынке, и я думаю, что это самое сложное. И теперь мы должны найти для того, чтобы найти для экономики, и, конечно, для экономики, для того, чтобы идти. И помогать с тем, что они очень высокие. Ты не говоришь с компаниями, я вижу, что ты в Музынке и я счастлива, что несколько компаний этой Рио Бранко меня поддержали и теперь мы должны поговорить, и мы должны по-другому, что это возможно в Музынке. Правда, это был бы урок, но не было бы нам Я думаю, что каждый спортсист, который играет в Падере, который играет в Музынке, который играет в Музынке, я думаю, что... Это было бы нам, что это было бы нам, или у Музынке, Для меня, вероятно, что это было университета, вероятно, что это было университета. У нас есть друзья, у нас есть компании, которые смотрят в программу. Они смотрят в Рио Бранко, они смотрят на уровне национального уровня. И мы хотим, чтобы помнить о Начо, и дать ему немного, что он молодец, который хочет университета. Он уже получился, что это важно, вероятно, Начо? Да, вероятно, что это было уничтожено. Хотя это было очень сложно. В Китае, это было очень плохо для победителей, правда? Да, это было очень плохо, правда. В прошлый день я уже не распухла. Я уже была на bicicletа. В конце дня я уже дала Пинчет. И мы были в доме, где мы были в моем трех, и мы были в доме. В следующем день было много олимпий, много олимпий. Один из 90 километров, который мы делали на велосипеде, было против моря. Возвращаясь к воде? Да, у вас было хорошо. Возвращаясь к воде. Возвращаясь к воде... Возвращаясь к воде. Я, действительно, не знал, что ты был в Рио Бранко, который ты был в этом уровне, но скажите, как ты делаешь на дни, как ты занимаешься, как ты делаешь, как ты делаешь, как ты делаешь в Рио Мундиал, не знаю, что ты делаешь много времени. Сколько лет ты делаешь? Я делаю, немного, немного. Я занимаюсь это спорт, но два года, это я занимаюсь практически каждый день. Я занимаюсь каждый день, даже каждый день. Я занимаюсь очень трудно, на самом деле, работаю с семьей. Ты тоже работаешь. Я работаю на время, я работаю 12-13 часов в день, и у меня два детей. Не видишь, нет. У меня есть родная семья, работа и... Неhausии. Я не буду родной, но я получу двух времен и живу со своей семьей, иそうですね. У меня есть то, что человек, который больше меня поддерживает, больше мне помогает, который... Она, потому что у меня есть много тренировок на среднем. Оно утренок, утренок и питания. и действительно, что приятно, что это когда-то тяжело. Это очень важный труд. Ты должен быть ваше время для твоего и для вашего рода. Да, что ты хочешь, где больше вытаскиваешь время, из вашего рода. Потому что ты можешь работать меньше времени. Где больше вытаскиваешь время, из вашего рода. Да, это так. Треба, работа и семья. Да, действительно. В деньгах я джем-добный тренинг. я должен тренировать в ночи, в ночи, в ночи. И обучение все это довольно сложно. И Дени продолжает тренироваться? Как вы уже? Он хорошо, но у него проблемы с ног, который был в голове, который был оставлен в волейбол. Он делал триадолл, но его нога не оставил. И теперь он только может практиковать велосипед. поэтому он не сочетается ничего, что все차но успел практики. Я искренне из него причиной цели, как он прыгает каждый день, потому что он подходитесь до сих пор, где нет Breakов, где нет пирсичного воно…. Но когда ты хочешь довезти, ты должен был ходить больно, когда ты должен был употреблять постоянно. И он всегда привлекал для обеда. Ну, хорошо, это же очень приятно. Да, действительно, что иметь людей с тобой, где всегда ты поддержки, чтобы поддержать и поддержать. Это очень важно, не так? Конечно. Господин, чтобы ты совершил свой меч. Exacto. Ты именно так. Это важно, чтобы поддержать и у тебя кто-то рядом. Да, действительно, потому что это много времени, это очень сложно, где есть деньгами когда они не выходят, Есть дни, когда у меня нет тренировки, есть лезвия. В таком тренировке ты лезешь, ты жрешь. И в лучшем моменте я лезю, не могу... Это все. И у тебя в голове ты говоришь, что делаем? Да, это трудно контролировать голову и тело, правда? Да, много раз. Например, я сейчас, когда пришла сюда, там в зверху. Я был утром, на 7 часов в час, и я был утром на велосипеде. И утром, 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 4-5 часов, вместо того, чтобы вы были в доме, в холодном месте, это просто утром, что нужно делать для удовольствия, чтобы выиграть. по вашим своими мечтами, чтобы получить что-то, потому что это очень сложно. В этом соревнованиях, вы еще раз у тебя были проблемы с потерпением или что-то что-то у тебя было не забавно? Нет. Счастливо, нет. Но, когда я приехал, месяца назад, я попал в тренировке, я попал в ряду, где я расширил меня, расширил меня, но, в результате, я попал в сайте, но сейчас нет. И там есть зоны с мутанью, где это же. Это же не так, чтобы тренировать. Это делаешь ты постоянно спи-су, вниз. Да, в самом деле, там есть, что-то называется, да? У нас есть счастье, что, например, в течение и в севере, у вас есть группы профессионалов и тренировки, где вы будете тренироваться на моем мутанью, и вдруг вы будете тренироваться на моем мутанью, Ты видишь на Вольтой Пуле, ты видишь на Пуше Вольтой Пуше, ты не можешь работать. И, ваше дело, это очень другое, но... Ага, я очень трудно дать. Потому что я в день в день, там много клиентов, и... И с днем за гибли, мы не знаем. И этот вечер, мы не было много клиентов. Я в день, когда я шел, и... Я смогу пробовать. Уфициан. Ауфициан. Витап Булевар. Barraca y Ferretería Don Manuel Panadería y Confitería La Familia Agroveterinaria J.I.N. Farmacia Fleming Autodiagnóstico Araujo Agroflex Las Vegas, todo en comunicación visual Tamer, Posto Coqueiro Casa Do Olio Madeirao Autopieza Saurina Tornería El Gordo, 10 años Agrícola Jaguar Servilán, Agro Repuestos Parafusos Veira Río Farmacia Medifar Agro Merín, Agro Insumos, Ferretería y Tienda Agropecuaria Marbo, Molinos Arroceros Río Branco Betore, Agricultura de Resultados Vidromix, Vidrasaría Eferrachem Agrec Multimarcas Dalma Río S.R.L. Total Agro ¿Tenés alguna empresa o algún comercio que en el ramo de bicicleta o de algo en España que colabore contigo? ¿O que te dé una manito? Sí, hay una tienda de bicicleta que un hombre la verdad que es muy bueno conmigo de primera mano que siempre me ayuda tanto con la suplementación de alimento Claro, porque precisás todo eso Sí, se necesita para los entrenos cuando son muchas horas los entrenos tenés que tomar tenés que tomar geles, tenés que tomar sales que para poder, claro, de un deporte donde vos entrenás hoy y haces 120 kilómetros en bicicleta y mañana tenés que salir a correr o tenés que salir a nadar y el hombre la verdad que me ayuda muchísimo ahora por ejemplo me preparó la bicicleta para traerla para acá me la puso dentro de la valija, me prestó la valija porque son valijas especiales, ¿verdad? Sí, son valijas especiales donde la bicicleta viene bastante protegida por si tiene alguna caída o algo de esto porque estamos hablando de un material que es la bicicleta de carbono y la verdad que es un material bastante frágil Y caro Sí, principalmente caro, ¿no? Sí, sí La verdad que si se cae, se raja o lo que sea, no tiene arreglo no tiene arreglo y una persona que siempre esto falla en la bicicleta yo voy y a los dos minutos me lo arregla y siempre, siempre está así que tener una mínima ayuda para este deporte que es bastante caro y donde lleva muchísimo tiempo cualquier ayuda es buena, ¿verdad? Porque allá no hay club ¿no estás en ningún club por ahora o...? Sí, yo estoy en un club donde únicamente no estoy federado para poder... porque me gusta correr mis carreras, ¿viste? me gusta... si tengo ganas de salir a correr para hacer la carrera que a mí que yo tenga ganas y tengo un club donde somos amigos también donde quedamos para salir a entrenar y eso pero yo ahora mismo entreno, estoy por libre, por así decirlo Pero ayuda económica de esa forma no tenés nada No, no pero bueno, cualquier ayuda es buena, ¿no? como dije, de tema de alimento que es plata que uno gasta que te ayuda, ¿no? con el arreglar la bicicleta, todo cuesta y... Pero ahora tenés que llegar allá y decir que mirá, clasifiqué al mundial que no hay poca cosa, ¿no? Ya me felicitaron, la verdad y bueno, muy contento poder llevar una clasificación para allá, ¿no? Claro, claro No, pero creo que... creo que con la colaboración y la ayuda de los comercios de nuestra ciudad y algún otro que te dé un empujoncito creo que te vamos a ver el mundial La verdad que yo estoy muy agradecido con las empresas acá de Río Branco donde desde primera mano me echaron para adelante, ¿no? Comercios como La Barraca Don Manuel Mercado Casupá El Panda Escritorio Río Cristian Cristian personalmente, la verdad que me ayudó bastante Mauricio Rivero el encargado de deporte tanto en qué necesitaba en lo mínimo, ¿viste? de si pisaba algo para entrenar desde el primer momento que llegué acá y después una persona que me ayudó muchísimo también acá fue Luis Américo Mezquita, ¿no? que todo el mundo lo conoce que toda la vida dedicada al deporte y donde salía a correr conmigo donde salía en bicicleta y siempre dándome ánimos, ¿no? Y por vi que tenés el logo en la camiseta de Panadería de la Familia también Y Panadería de la Familia hubo días, ¿no? que me vio crecer y desde el primer momento que yo hablé con él me dijo dale para adelante, ¿no? Iba en el momento que se enteró que que clasifiqué para el mundial la alegría que se dio de poder llegar al objetivo que teníamos, ¿verdad? ¿Y algún sponsor anónimo también? Sí, hay algún sponsor anónimo donde no quieren que que ayuden a cada deportista acá de Río Branco pero no... ¿En forma anónima? En forma anónima Está bien, está bien ¿Tenés alguna ropa especial? ¿Qué es lo que usás para competir? ¿O cada vez que, por ejemplo, salís del agua te cambiás o seguís con la misma ropa? Explicanos para nosotros todos No, esto... Hay una ropa especial que se llama tritraje que es para hacer las tres disciplinas Este es donde vos te la ponés y claro, muchas veces para nadar principalmente la distancia que yo hago se usa neopreno vos nadas con neopreno vos salís del agua vos te sacás el neopreno y el tritraje ya lo tenés puesto y ese tritraje vos ya salís a correr ¿El neopreno, perdón, es por la... la temperatura del agua? Principalmente sí es por la temperatura del agua y después también que te ayuda a flotar un poquito y te ayuda a ir un poquito más rápido, ¿no? No es que te haga una gran diferencia pero te ayuda a flotar, ¿verdad? Te ayuda a flotar un poco Después vos te sacás el neopreno y quedás con el tritraje y ya salís en bici con el tritraje Salís del agua ya te tenés que poner los zapatos el casco agarra la bici Te vas a poner zapato y casco Es obligatorio y ahí salí a hacer los 90 en bici todo seguido en lo más rápido posible para perder el menos tiempo posible, ¿no? ¿Qué promedio se hace en bici? Sí, depende de la persona, ¿no? Pero sí, ustedes hay una... Yo, por ejemplo, ahora en Punta del Este hice 35 de media, más o menos que son 2 horas 34 creo que me salieron los 90 kilómetros Ah, bien Y después donde fallamos un poquito fue la carrera a pie, ¿verdad? Donde creo que pasó factura el viento donde no me encontraba con con mis piernas de siempre donde no me encontraba fuerza y no encontré el ritmo Eso suele suceder, ¿verdad? Ah, sí Y ahí te cambias de tenis también, ¿verdad? Cuando vos te bajas de la bicicleta vos ya te pones gorro agarra la alimentación que vayas a tomar corriendo y te pones los zapatos de correr ¿Y durante el trayecto tenés derecho a agua o algo? Este... Hay lugares Hay lugares específicos que lo ponen cada 4 o 5 kilómetros Este donde tenés Coca-Cola, tenés agua te dan geles, te dan... Te dan comida, por así decirlo te dan naranja, te dan banana La parte de competencia en sí ¿La clasificación es por general o es por según lo que haces en tal por ejemplo la natación, el ciclismo? No, es un tiempo general es un tiempo lo que vos demorás ¿Por lo donde llegás? A hacer todo, sí Ah, listo Pero es verdad que muchas veces pasa que por ejemplo hay personas que largan 10 minutos antes que yo yo hago todo 5 minutos más antes que ellos y vos haces la cuenta y más o menos terminas antes que esa persona y esa persona llega antes Pero es muy raro el que gana siempre llega primero, ¿no? Pero por ejemplo acá largamos en una manera que se llama Rolling Star que se largan 5 competidores cada 8 segundos para vos poder nadar más cómodo Para vos... Para que no... Para que choque Porque había... Hay Iron Man que todavía se hacen que se larga todo junto o sea, toca una bocina y mil personas las mil personas juntas para el agua y eso la verdad que es muy incómodo nadar así y esta manera que pusieron acá la verdad que es muy... es bastante más cómoda ¿Cuántos compitieron acá? ¿Sabes más o menos? Compitieron cerca de mil personas 940, 950 personas creo que fueron ¿Y cuántos llegaron? Ah, eso no me fijé Eso no me fijé Nosotros en lo personal pudimos tener el puesto 120 creo que fue de la general y sexto en mi categoría ¿Y te acompañó algún otro competidor de España o no? ¿Solo tú verdad? No, yo era el único con la bandera de España aunque no sé por qué me salió la bandera de España porque yo cuando me inscribí puse en la ciudad uruguaya representando Uruguay no sé por qué me pusieron la de España pero bueno, yo no tengo problema llevo más de la mitad de mi vida llevo allí pero el corazón acá en el pueblito Ah, sí, el corazón es charrúa se diría, ¿no? Cuando necesites regalos especiales Las Vegas todo en sublimación bordados lonas impresas adhesivos banners y mucho más Las Vegas personalizando regalos especiales Ignacio para nosotros ha sido un gran placer estar contigo charlando acá es un placer porque creo que cada vez que un deportista local logra como tú sobresalir mostrar su trabajo la dedicación ya hemos entrevistado a deportistas que son y cuentan el sacrificio que es para lograr lo que tienen que hacer en la vida para conseguir lograr algo el objetivo como lo estás buscando tú día a día, ¿verdad? Nosotros le queremos agradecer pero te vamos a hacer un regalo un pequeño obsequio para que lleves de recuerdo acá de la pulpería Con permiso Un regalo del amigo Daniel y Julia de Las Vegas Ah, bueno, muchísimas gracias muchísimas gracias, la verdad El logo de la pulpería La verdad que yo soy y bastante vergonzoso para estas cosas y la verdad que estuve muy acómodo muy cómodo es como estar charlando con un amigo, ¿verdad? Exactamente la intención nuestra es esa Y muy cómodo, la verdad y muy agradecido de que me inviten a un programa que Río Blanco ve bastante y ser de acá y que te reconozcan las cosas también Nosotros además de contar historias leyendo de la vida de la gente como tuvimos a tu abuelo acá contando de sus épocas de juventud nosotros también nos gusta contar eso guardar el presente guardar lo que ustedes están haciendo para que en un futuro quede un recuerdo y la gente lo pueda ver en cualquier momento Nacho un gran placer y muchísimas gracias por estar acá Muchísimas gracias por la invitación No, por favor Quisiéramos resaltar que Ignacio fue clasificado para el Mundial en Nueva Zelanda entre el 14 y 15 de diciembre Amigos hoy charlamos con José Ignacio Prieto Verdía Los esperamos a la próxima semana en otro encuentro en la pulpería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!